Сейчас в 72 субъектах страны насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Заключили договоры участия 86 тысяч человек, а по неофициальным данным их почти в два раза больше 150 тысяч. Я был должен дядя Васе, стал должен дядя Бетя. Такая ситуация сложилась у дольщиков жилого комплекса «Три богатыря». Два года назад стройку заморозили. У банка город, где кредитовался застройщик, отозвали лицензию. Но это не оправдание, решили в общественной палате. Собрали за круглый стол обманутых дольщиков руководство фирмы юристов. И такие встречи были не единичны. Общими усилиями строительства возобновили. Заехать в свои квартиры люди должны уже через три месяца. Объект на сегодняшний день действительно уже достроен. В апреле жильцы получат свои квартиры. Были положительные результаты. Рисковать деньгами простых людей больше не будут. Госдума в первом чтении приняла законопроект. Займется финансированием новых домов банк. А всеми долгостроями в Татарстане отдельный фонд. Будут решать проблемы дольщиков фона и свея. Правительство Республики Татарстан, как мы знаем, передает в этот фонд достаточно большое количество земель, для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы эти дома были завершены. Таким образом, общественная палата стала центром конструктивного диалога между властью и разными организациями. В таком же формате обсуждали работу коллекторов, судьбу вкладчиков, банков-банкротов, борьбу с коррупцией, проблемой экологии. Благодаря общественному контролю 150 судебных дел выиграли татарстанцы по ЖКХ. Тот прогресс, в котором сегодня изменяется жилищное законодательство, собственники не успевают следить о тех изменениях, рост тарифов. И начисления, конечно, те суммы, которые меняются у собственников, они уже сразу начинают обращаться в существующие инстанции. Волнуют татарстанцев и охрана труда. Частные фирмы, особенно в сфере строительства, недостаточно уделяют этому внимания. Нет опыта, нет специалистов, необычная кадра. Ну, недостаточно выделяют средства. Свой вклад в развитие гражданского общества вносят и некоммерческие организации. В Татарстане отмечают рост социально ориентированных. Сегодня это 600 организаций. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин.